Так, парни, всем привет! Сегодня у нас 26 июня 2016 год и сегодня у нас будет сравнительный тест Mazda 6 с Nissan Tiana 2014 года. Машина у нас двигателем 3,5 литра, все как вы любите, помощнее, максимальная, ну предмаксимальная комплектация. В данном автомобиле отсутствует только люк и 18 колеса, все остальное здесь идет по максимуму. Сейчас мы обо всем этом подробно поговорим. Значит, смотрите, автомобили Tiana у нас обновлены полностью и на сегодняшний день продажи данных автомобилей вообще свелись на ноль и их в России больше не выпускают. Я вам хочу привести просто краткую статистику, что за последний год существования этой марки в России их было продано 3000 автомобилей. На минуточку, просто на минуточку, Toyota Camry была продана в тиражом 30 тысяч автомобилей. Соответственно, почему пошла такая тенденция, что автомобиль стал непродаваемым? Давайте разберемся просто по порядку. Изначально автомобиль был сделан как бизнес-класс, то есть он непосредственно конкурировал именно с Toyota. После того, как они в 2014 году полностью изменили фейслифтинг автомобиля, полностью изменилась морда, полностью изменилась задница. Вот просто сейчас посмотрим, я вам покажу. Вот задница стала более молодежной однозначно, то есть она стала такая симпатичная, задиристая. Лицо все же осталось такое, ну более спокойным. Вот посмотрите просто на лицо Тиана и посмотрите на лицо нашей шестерочки. Ну просто она более задиристая, да? А это все же чем-то, конечно, похоже на Toyota. Спокойность, уравновешенность, никакого задира. Но двигатель 3.5 здесь, конечно, ситуацию полностью меняет. Тапочку в пол нажимаем, машина реально уходит очень быстро. Разгон у нее по паспорту 7,2 секунды. Соответственно, это непосредственный конкурент по разгону для Toyota Camry. Потому что Mazda 6 двигателем 2,5 пойдет до сотни у нас 7,8. Значит, смотрите просто сами вот с этого ракурса. Вот обратите внимание, что опять же, вот у Mazda за счет того, что морда более скошена, в этом есть какая-то просто вся агрессивность. Вот посмотрите, просто у Тиана, да? Морда чуть-чуть вытянута вперед. Фары у нас стоят биксеноновые. В данном случае с Mazda 6 у нас идет уже оптика диодная. И она еще подруливает. То есть, когда мы рулим влево-вправо, фары следуют за вами. Противотуманки остались здесь также галогеновые. В чем на самом деле лично я вижу большой плюс. Я не понимаю, зачем Mazda поставила в противотуманки диоды. Наверное, в этом есть какое-то там новшество, движение вперед. Но на мой взгляд, эффективности ради нужно отметить, что галогеновый свет для противотуманок самый идеальный. Еще одну просто немаловажную черту хочу отметить в компании Nissan. Они сейчас все свои автомобили подгоняют под один шаблон. То есть, вот смотрите, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Patrol. Они... А, Patrol пока еще рано. Patrol единственный, кто остался, который в премиуме. Passfinder, они становятся все в принципе одинаковыми. То есть, если в потоке машина идет, не всегда ты еще издалека узнаешь, что это едет. Qashqai, X-Trail или Passfinder. То же самое здесь. Вот Тиана, если она едет спереди, то ее легко можно перепутать с Nissan Sentra. Который гораздо дешевле, но в целом он чем-то на нее кузов очень похож. Он уже поменьше, да, он классом ниже. Но тем не менее, вот издалека где-то поедет машина. Частенько путаю, постоянно думаю, опа, Тиана новая пошла. По заднице, например, так же определяю. Но, опять же, раз, Sentra. Так, парни, теперь давайте подаем просто к машине поближе. Просто полностью машину обойдем и посмотрим. Вот, смотрите. Диски у нас идут 17-е. Я считаю то, что в этом, на самом деле, есть огромный плюс. Почему? Во-первых, машина идет помягче. Но в тот же момент этот кузов, он реально доработан. То есть, например, даже владелец данного автомобиля, у него до этого была также Nissan Tiana, он на ней ездил, говорит, машина раньше была более валкая. Этот автомобиль, соответственно, стал более жестче, он лучше держит дорогу. Но в тот же момент, если сравнивать его по управляемости с Mazda 6, то Mazda 6, конечно, в этом плане едет и держит дорогу гораздо лучше. У машины подвеска затянута гораздо сильнее и управляемость автомобиля намного четче передается через руль. И, в принципе, машина больше идет как спортивная. Здесь же машину все же оставили задиристую, такую, молодежную ее сделали. Но, тем не менее, валкость у нее какая-никакая немного остается. На больших скоростях она все же будет присутствовать, то есть затяжные повороты. Тем не менее, при управляемости до 160 км в час, то есть, вот вы влево-вправо, без проблем можете на ней передвигаться, никакого дискомфорта не будет. Диски, смотрите, стандартные Nissan диски, стандартные их узоры. В принципе, я считаю то, что выбор 17-х дисков намного рациональнее. В каком плане, 18-й на этой машине вы, в принципе, разницу особо не заметите. Но вы намного выиграете, покупая машины именно с 17-ми дисками. Резина вам обойдется дешевле. В тот же момент, в нынешних условиях, то, что многие люди с городов жалуются, вот 18-й, про Mazda 6-19 диски, да как на ней ездить, дороги все разбиты. То есть, вы уже должны смотреть сами под свой регион. Вот, например, у меня в городе, где я езжу по дорогам, в принципе, они все нормальные. То есть, в состоянии, ну, я вам честно скажу, 4 с плюсом. Все, что было разбито, уже так подремонтировал наш мэр. Мэр красавчик. Вот. Если же вы находитесь в городе, где более убитые дороги, то есть, для вас 16-й, ну, 17-й радиус будет максимально эффективен. Значит, про комплектацию автомобиля мы сейчас с вами поговорим отдельно, потому что, в принципе, комплектация у нас очень богатая, машина, ну, реально насыщенная. Давайте вот сейчас просто назад с вами пойдем и посмотрим просто задний вид данных автомобилей. Я думаю, многие те, кто помнят предыдущую Тиану, сразу отметят все изменения. Ну, изменение здесь фары, изменился полностью задний внешний вид, изменился багажник, изменился нижний диффузор. Две выхлопные трубы, пожалуйста, задний фонарь, который изначально сразу говорит, я считаю, то, что это решение, ну, наиболее выигрышное смотрится в автомобиле. Потому что, например, на Мазде у нас сделано так, что задний противотуманный фонарь дополнительно установлен в одной фаре. Ну, в вечернее время, когда включаешь, то есть, там, есть такая антисимметрия. Один фонарь у нас там красный полностью забитый, другой белый, то есть, для заднего ходовика. Здесь же, вот, идеальный вариант. И машина реально смотрится, ну, просто посмотрите сами, ребят, скажите, как вот она, а? Ну, вот, вот все, да, пацаны смотрят на жопу, блядь. Ну, вот, как она, вот, возьми просто крупным кадром, вот, покажи, пожалуйста, там, две машины, просто, вот, одну и вторую, чтобы они обе попали в зад, вот, в кадр. Нет, ты им возьми просто прям, вот, полностью кадр, чтобы вот две машины до них пошли, вот, отсюда стоит, не тряси особо. Соответственно, в моем случае, как я вам уже говорил, то есть, баночки я себе наваривал, они у меня сотового диаметра. Здесь изначально идет, то есть, машина стоковая, владелец с ней ничего не делал, то есть, как вот он ее купил. Есть там ряд дополнительных оборудований, которые мы поставили, но это внутренняя, там, защита картера, в передней части стоит сетка для защиты радиатора. Вот, а так, в принципе, автомобиль полностью стоковый. Значит, смотрите, что касаемо багажника. Сейчас мы просто, я вам его замерю, покажу, что, в принципе, багажник, он такой же, как в Камрюшке. То есть, он вот, 116 сантиметров, да, вот, если брать по максимуму, то тут у себя можно засунуть. Но здесь у багажника есть свой минус. Вот, смотрите, вот его просто отмечает даже владельец автомобиля. Он, в принципе, большой, то есть, все и без проблем. Но, он говорит, вот, перебывал машину, беру колеса, резину, все сложил, пожалуйста, закрывать багажник. А, смотрите, когда закрывать начинаю, вот, обратите внимание. Вот эта часть, вот здесь продлежат колеса, все, она в него упирается, и, то есть, багажник уже до конца ты не закроешь. То есть, все, пожалуйста. До этого еще был автомобиль владельца Kia Optima, там, в принципе, такого вообще не было. Там совсем другой используется способ закрытия багажника. Вот, смотрите, иди сразу сюда. Вот, смотрите, как сделали в мазе, да? Вот здесь, например, вот, все свободное пространство, какое есть, то есть, вот, ты, пожалуйста, кладешь сюда. Если ты сюда поместил колеса, то такой проблемы не будет, потому что она, вот, все убрано. А там, получается, так, то, что ты открываешь его, за счет того, что вот эти вещи здесь нигде не спрятаны, места больше. Но в тот же момент, оп, свой косячок. Ну, а это не страшно, когда, например, вы переводите какие-то продукты, то есть, все, вы наложили, вы положили подальше коляску, положили здесь сумки, вещи, то есть, ну, понятное дело, сумка с там, с вещами, с тряпочками. Раз, все, закрылся. Хочу отметить то, что автомобиль у нас был куплен в 2014 году, у него сейчас пробега около 40 тысяч километров. Вот просто, не только исходя из того, что автомобиль белого цвета, но вот качество лакокрасочного покрытия вы можете судить сами, но, естественно, вы по камере этого не передадите, но поверьте мне на слово. То есть, пройдя по автомобилю везде, краску смотришь просто, а он, блин, как малый. То есть, и в принципе, вообще, никаких школов по автомобилю нету, никаких проблем с автомобилем нет, особенно с передней частью, если смотреть там, то же самое, все будет новое. Что мне нравится, вот уже во втором автомобиле снимаем, да, вот была Тиана, была у нас Камри, теперь у нас Тиана, то, что здесь реально тоже хорошая шумка. И двери здесь тяжелые, вот если даже дверью хлопнуть просто, она нормально закрывается. Если же я хлопну дверью в Mazda 6 в нашей, то она как бы более погремушная, она легкая, дверь, особенно в передней, бывает так, что ты хлопаешь ей, и когда идет порыв ветра сильный, бывает так, что прям визуальный эффект получается, как будто машина чуть-чуть ходит. За счет чего это достигает? За счет того, что очень тонкая машина у нас, смотрите, вот стучишь сюда, шумки нет совершенно, и то же самое здесь, смотрите. Здесь у нас звук ее даже более глухой, вот просто если вслушаться, а там звук такой, более погремушка. Значит, сейчас я сидел за рулем, пожалуйста, соответственно, сидение настроено под меня, и сейчас я просто так же спокойно сяду назад, но не будем брать, как обычно, это все вот эти колени спереди просто. Я сажусь в автомобиле, и мне комфортно. Соответственно, все то же самое, сел, все, пожалуйста, поехал. Есть свой минус небольшой, то, что, видите, вот задняя часть, вот здесь вот, она закрыта. Соответственно, многие это отмечают, что вот если я сейчас нахожусь в магазинах, да, я, пожалуйста, ноги могу засунуть. Будучи зимой каких-то больших ботинок, то есть я их уже туда ноги не подсунут, поэтому можно будет сидеть, вот, то есть вот так вот, не больше. Ну, в принципе, это не страшно, потому что сидишь, все, пожалуйста, сел, поехал. Все есть, есть подлокотник, пожалуйста, у нас подлокотники установлен, покажи. У нас подлокотники установлен подогревы, все, стаканчики, без проблем, сели, поехали. Детское кресло, то есть все. В принципе, вот машина-то реально семейная такая, комфортная машина, что сел, на дальняк можно прокатиться, за покупочками съездить, то есть она вот отличная. То есть я считаю, вот именно эта машина, вот ее выберет тот, кому больше 35 лет, вот то постарше, то есть все, но еще есть такой озорной молодой характер, вот хочется что-то красивенького, такого симпатичного. Вот эта машина идеально могла бы подойти. В чем, я считаю, тоже проиграла компания Nissan, то, что они начали делать непонятную вещь. То есть изначально автомобиль очень хорошо конкурировал с Toyota Camry. Почему? Он был полноценным бизнес-седаном, то есть у нас спереди была атаманка, то есть тот, кто чиновничек, мог сесть, пожалуйста, откинуться назад, поднять всю эту атаманку, ноги вытянул, все, поехал на дальняк. Машина у нас комплектовала с полным приводом, был клиренс 165 сантиметров и, пожалуйста, полный привод. Привод полно отключается на 10 километров в час, то есть разогнали здесь, который все отключился. Тем, кто не знает, на Nissan, на всех остальных, там, X-Trail, Qashqai, он отключается на 40 километрах. Он мог конкурировать, то есть автомобиль был спокойный, сдержанный, все, пожалуйста. Но он также пользовался спросом, вообще как минимум интересен среди молодого населения. То есть парни тоже все смотрели, присматривались, все думали, о, Тиана, хорошая тачка, ну согласитесь. Многие посматривали, многие смотрели, но немногие покупали. Но про нее все говорили. Что сделала компания? Она ее замолодила. Машину сделала более молодежную, то есть задняя часть у машины однозначно молодежная. Она выигрывает на самом деле, даже с той же самой Camry. Я считаю то, что здесь задница смотрится гораздо лучше. Передняя часть автомобиля все же осталась более сдержанной. Таким образом, как бы автомобиль потерял свою нишу. То есть он вроде как и не бизнес-класс. То есть, например, мне кажется, что сегодня никакой чиновник уже вот этот, именно вот этот кузов брать себе не станет. То есть эта машина осталась более такая семейная. То есть вот есть дети, жена, все уже взрослый, пожалуйста, ты ее возьмешь. Но в тот же момент, будучи там тебе 22-25 лет, ты ее особо брать уже не будешь. То есть все равно машина как бы вот ушла. Ушла из своей категории. И поэтому, судя по всему, 3000 автомобилей было продано за последний год. Все. Тяна с нашего рынка уходит. Значит, сейчас мы пойдем в салон автомобиля и просто посмотрим изменения. Парни, под капотом у нас 3-5. Я его никогда не поднимаю в своих видеообзорах. Вообще, для чего и почему? Потому что мы снимаем сюда новые автомобили. И вам, как владельцу нового автомобиля, знать, что находится под капотом вообще не нужно. Вот это вот поднять вам покажет V6. Стоит V6. Все, пожалуйста. 249 лошадиных сил. Куда здесь заливать жидкость, омывающую жидкость, вы все разберетесь. А что там, как там устроено, вас это не должно волновать. Вас должно волновать внешний вид автомобиля. Вы купили, сели, завели, поехали. Все. Вот эти вот устройства, как, что там сделано, вам это зачем? Просто зачем вам знать, как устроен двигатель внутреннего сгорания? Вы покупили автомобиль, сел, завел, поехал. Все, до свидания. Пойдем в салон автомобиля. Вот, смотрите. Присаживаемся. Кстати, садиться в машину также очень удобно. То есть, нет никаких вот неприятных посадок. Вот, смотрите. Вот просто до сих пор не понимаю, почему так делают. Вот переднее стекло автоматическое. Все остальные стекла, они не автоматические. Более того, они даже не подсвечиваются. Несмотря на то, что это, в принципе, последний кузов, последняя доработка. То есть, почему Nissan это не делает, непонятно. Во всех японцев конкурентах уже это есть. Но здесь вот они почему-то от этого уходят. Ну, наверное, в этом есть какой-то свой смысл. Центральный замок, пожалуйста, также. В максимальной комплектации вот эти вставки будут сделаны под карбон. То есть, здесь у нас под деревом. Садимся дальше, смотрите, пожалуйста. У нас есть, ну, отключаем курсовую устойчивость. Омыватель фар, багажник открываем. Подогрев руля, пожалуйста. Здесь есть подогрев руля. А у нас есть также эко-режим. В принципе, фишка удобная. Вот у меня вот товарища, Qashqai, он ездил, говорит. Рабочая тема тоже экономит, дает. Есть сжать задняя шторка, так же, как в Mazda 6 и в Camry тоже есть. Как вы уже знаете, здесь стоит у нас вариатор. Но у нас есть также режим DS, вот покажи его. То есть, когда его включаешь изначально, он начинает имитирует автомат. Многие отмечают то, что, в принципе, фишка прикольная. Она реально похожа чем-то на автомат. То есть, он уже держит оборот, тоже кидает. То есть, есть вот эти рывки, толчки, переключения. То есть, ну, вот опять же, для кого это было сделано? А это было сделано для тебя. Вот ты вот молодой, вот для тебя это было сделано, чтобы тебе было приятно. Вот у нас есть вентиляция сидений. Вот представьте, просто, пожалуйста, в машине уже все, есть вентиляция. То есть, вот эти вот фишки, да, вот они уже не сочетаются. Например, в Mazda 6 этого ничего нет. Ни подогрева руля, ни вентиляции. Но, в Mazda 6 автомобиль немного другого уровня и немного другого класса. Он у нас, конечно же, более молодежный. Он чисто в классе D. А Тиана пытается, ну, по крайней мере, позиционировать себя как бизнес-класс. Многие, кстати, спрашивали, в чем различие бизнес-класса и D-класса. На самом деле, вся классификация идет именно по размерности автомобиля. Не многие знают то, что Mazda 6 на самом деле больше, чем и Nissan Tiana. Она вот на 20 миллиметров там больше по длине, по ширине. И также больше Toyota Camry. То есть, Mazda 6 длиннее Toyota Camry, Mazda 6 шире Toyota Camry. Но Mazda 6 не выше Toyota Camry. Но места там больше, потому что сам кузов автомобиля немного устроен по-другому. У нас здесь также есть подстаканники. Здесь у нас прикуриватель расположен. Все остальные фишки, просто мультимедиа, в принципе, здесь уже ничем не удивительно. То есть, все то же самое. Есть навигация, есть дисплей цветной многофункциональный. Но он полностью переработан. Сейчас, в принципе, вот эта вот часть центральная, она во всех автомобилях Nissan. То есть, она присутствует в TI-нах, она присутствует в X-Trail. Обновленный Murano скоро выйдет в России. То есть, в принципе, здесь уже дальше все идет вместе. Вот пластик весь, пожалуйста, он мягкий. Но есть вот жесткий. Вот здесь, если он еще нормально, вот этот прям пластик, он более дубовый. Но, тем не менее, скрипов никаких нет. То есть, машина сделана, в принципе, качественно. Сам знаю по себе то, что скрипы на Nissan'ах начнут появляться, но это больше за 80 тысяч километров. Опять же, при условии того, что у нас дороги разбиты. И вот этот вот перепад температурного режима, когда машина, вот температура сейчас 32 градуса на улице, а зимой у нас минус 25. Вот именно в эти периоды, когда пластик, он то сужается, то нагревается, становится более мягким. Вот именно в эти периоды и появляется, начинается тут разбалтануть, вот эта расхлебанность идти, что со временем превращается в неприятные, так сказать, скрипы. Вот. Сидеть в автомобиле удобно. Также есть различные регулировки. Большой подлокотник у нас, пожалуйста, здесь вот все. Все вещи умещаются. Сидеть в машине удобно. Руль. Вот обратите внимание, что руль на самом деле меньше, чем в той же самой Тиане, в том же самой Camry, в той же самой Mazda 6. То есть он, в принципе, более такой удобный, на мой взгляд. Значит, я сам лично, когда выбирал автомобиль, я также присматривал себе Тиану. Я хотел ее купить. На самом деле, тогда просто так как у меня уже есть автомобиль Nissan Murano, мне, честно говоря, захотелось чего-то новенького. Но если бы я бы не обладал автомобилем Nissan Murano, то, скорее всего, ну, как минимум, я бы долго-долго выбирал бы между Mazda 6, Nissan Tiana и, возможно, Kia Optima. То есть вот обновленная Kia Optima, она, кстати, будет следующая на тесте. Реально машинка интересная получилась. По управляемости автомобиль, в принципе, реально изменился. Вот посмотреть просто еще капот какой стал. То есть мы когда едем, то есть капот такой высокий. И вот крылья просто слева-справа, они такие задиристые. На самом деле, чем-то напоминает Infiniti. Несмотря на то, что компания Nissan и Infiniti, это, в принципе, одного и того же папы, скажем так, просто один и тот же там папа в этих компаниях. И в чем-то детали пересекаются. Бывает даже такое, что многие узлы и многие расходные материалы подходят как с Nissan, так и на Infiniti, но на определенные марки. Шумка в машине реально заметно лучше, чем в Mazda 6. Руль. Вот смотрите, вот к рулю наверняка у многих будут свои вопросы, свои тонкости, потому что руль он тоненький. То есть вот мне на самом деле это больше нравится, когда вот такой руль тоненький. Но многим нравится, почему-то многие считают то, что руль пухлый, это намного лучше, это намного удобнее. Здесь уже, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Но машина чуткая. То есть вот я влево-вправо даже на маленькой скорости начинаю кидать, уже она сразу оп-оп уходит. Когда мы тестировали Camry, то есть там такого не было. То есть у Camry больше все-таки люфта руля присутствует. Едем, 40 км в час просто слегка даем газку. Подрыв, и машина сразу чувствуется. Подхват очень хороший. Ну а что говорить? У автомобиля 3,5 литра. 3,5 литра, 249 лошадей, паспортный разгон у нас получается 7,2 секунды. То есть, соответственно, здесь говорить о том, что машина медленно, я бы не сказал. Я бы сказал бы одно, что, в принципе, вариатор остался точно такой же. То есть он тоже чуть-чуть, задержка идет. То есть, чтобы пошел больше подрыв, прям вот резкий был отклик на газ, нужно, конечно, включить режим DS. В режиме DS машина уже сразу поднимает обороты, соответственно, она будет чувствовать любое нажатие на педаль газа более острым. Ну, смотрите, сейчас мы включаем режим DS. Все, мы его включили уже. Так, у нас сейчас будет просто лежачий полицейский. Кстати, смотрите, проезд тоже лежачий полицейский, даже на, в принципе, быстрой скорость, но для них там 30-40, вот сейчас он, ну, мягко проходит машину. То есть, нет такого, что какой-то сок они подвески происходят. Идет хороший подхват. Сиди автомобиля очень удобно, мне сидение вполне нравится, то есть боковая поддержка здесь присутствует. Конечно, она не так развита, как в Mazda 6, но, тем не менее, она есть. То есть, также поясничный подпор тоже хорошо, раз подголовник, просто обратите внимание, вот я сижу, все, пожалуйста, голова идеальна. Влево-вправо зеркала информативные, то есть, без проблем сидишь, все смотришь, все понятно, все ясно. Значит, вот таким у нас получился краткий сравнительный анализ. Всем тем, кому интересно больше посмотреть про Mazda 6, подписывайтесь на мой канал, заходите. Я про него уже снял очень-очень много роликов. Соответственно, сейчас мы делаем акцент на более другие автомобили. Соответственно, на канал, ссылка будет в описании, все вы там для себя найдете. К сожалению, сегодня данный автомобиль больше не продают. То есть, соответственно, вы уже сможете купить его только либо бэушным, либо заказывать в других городах, везти, завозить, растаможить автомобиль придется. Ну, понятное дело, никто этим сейчас заморачиваться не захочет, потому что все будет упираться в денежку, в копеечку. Значит, следующим у нас на очереди будет Honda Accord, а также будет Kia Optima. То есть, кто быстрее сейчас, вот кого я быстрее найду для теста, пожалуйста, того и с ними. Ну, а так подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч, парни. Пока-пока!